Микс Ньюс Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю лайф На радио Болтком Доброе утро, дорогие радиослушатели В эфире передача Про журнал Люблю Для журнала Люблю И вокруг любви в нашей жизни Я представлюсь Меня зовут Инна Авина Я главный редактор журнала Люблю И у меня в гостях Замечательная, прекрасная, потрясающая астролог Дама, которая Предсказала появление журнала Люблю Выбрала дату для появления журнала Люблю на свет И сделала это так удачно Что мы скоро будем праздновать юбилей 22 года Итак, Маргарита Андреевская Здравствуй, Риточка Доброе утро Я думаю, что всем, конечно В декабре Рита, я думаю, ты со мной согласишься Очень интересно Как же мы проживем следующий год? Что мы будем делать? Наверное, мы уже подводим какие-то итоги Вот у нас на столе лежит номер, который закрыл уходящий 2019 год Люблю лайв Толстые, глянцевые, очень красивые, очень яркие Мы постарались набрать много-много-много интересных материалов Сейчас мы расскажем вам, что есть хорошего, интересного в этом журнале Будет у нас конкурс через какое-то время Я расскажу, что надо отгадать Может быть, благодаря журналу вы узнали уже это или это знали сами А у Риты сейчас хочу спросить Дорогая моя 2020 год Как тебе кажется, он нас порадует? Или он нас заставит задуматься? Или он будет, как сейчас принято говорить Отнеситесь к этому философски? Вот, я хотела сказать Вот расскажи, пожалуйста Я хотела сказать, что нас ждет Вопрос философский, да Но, все-таки, мы, в общем-то, живем На нас звезды и влияют, и не влияют И мы сами, в общем-то, свою судьбу выстраиваем Но в целом, если мы говорим вот именно о годе И очень популярным и модным у нас восточный гороскоп То есть тотемы животных мы знаем Да, да, живем на севере, а сверяем свою жизнь все равно по восточному гороскопу Ну, в этом плане, конечно, занимаясь практикой Я, конечно, больше приверженец индивидуальному гороскопу Но, тем не менее, общие тенденции, они все равно существуют Да, как для всех Как весна, осень, зима, лето То есть сезоны Да, фигуры разные, а тенденции моды одни То есть здесь немножечко тоже так можно смотреть Ну, учитывая такой момент, благо, что у нас тоже вот выходит в журнал декабрь-январь Как раз вот он попадает именно 25 января У нас начинается год белой крысы или металлической крысы Да, да То есть которая завершает, начинает, вернее, новый цикл, 12-летний цикл Ах, вот оно в чем дело То есть мы что-то заканчиваем Да, мы вот этим годом, годом вепря Мы завершаем все какие-то, ну, скажем, какой-то степенью сложности Потому что этот год именно он поставил на повестку дня все очевидное Вот, скажем так, что уже не скроешься, не прикроешься Вот все, что есть, там где тонко, там и рвется Это 19-й год у нас было Это 19-й год, год вепря, да Год вепря, вепря воинствующий и так далее И вот приходит у нас белая мышь Ну даже Это что-то миленькое такое Или белая мышь Мышь белая Даже не буду, вот, в общем-то, там, ну, рассказывать Такие тонкости, нюансы, да Как все там складывается, как считается, да, конечно Но даже ассоциация белая мышь, ну, лабораторная Да, кстати, послушай, точно Вот именно, вот таким вот образом можно даже самим, не сильно, даже не зная каких-то нюансов астрологии, да, чисто ассоциативно понимать, какой год ожидает Белая мышь, лабораторная крыса, да, то есть эксперимент, опыт, навык, новации, инновации Мы живем в технологическом мире, да, значит, новые технологии, значит, новые лекарства Значит, и пойдет этап, когда изобретательство, проявление креатива Видимо, какие-то, да, новые направления, новые повороты профессиональные, да Абсолютно Новые профессии, возможно, какие-то Новые профессии, да, новая реализация Ну, то есть, ну, опять же, это будет складываться в связи с тем, как человек, как выстраивалась его судьба к этому времени Да, поэтому здесь, в общем-то, любые какие-то изменения, это показатели нашего труда А скажи, пожалуйста, если мы говорим о том, что 19-й год закрывает какой-то определенный длительный цикл Да, 11-летний цикл, 12-летний цикл А, 12-летний цикл То есть, это довольно серьезный такой этап в жизни любого человека Вот можно просто даже для себя посмотреть, что было за последние 12 лет Да, вот какая рекомендация, что вот человеку делать на рубеже, вот сейчас декабрь, ну вот что, собираем камни чуть-чуть? Вот смотрим дальше, да, то есть Да, значит, вот год начинается с 25 января Тоже очень символично, что мы знаем о 25 января, да, так ассоциативно День рождения Высоцкого Да Татьяны День День студентов И Крещенские морозы Крещенские морозы начинаются, да И опять, вот это все включается вот в понимание, даже вот мы живем на Западе, в понимание, какой будет год Дальше, год металлической крысы, металл То же холодное что-то Значит, соответственно, а что такое металл? Монеты, ассоциация, золото, драгоценности Даже я смотрю вот в журнале, даже мода предлагает нам множество таких металлизированных каких-то элементов В одежде и так Да, да Вот интересно И ты права, и в одежде очень много блеска Блеска Пайетки, это вот тоже металлические Вот, 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 я не знаю, может быть, модельеры, вот это все-таки как-то астрологически тоже Ну, ты знаешь, я думаю, вообще поле складывается И это же то, о чем ты говоришь Веет в воздухе, мы же понимаем и чувствуем Вот Люди творческие, они все-таки в одном пространстве находятся Конечно, 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 все эти мысли мы все ловим друг от друга, резонируем с ними Металл опять, металл, значит, что такое металл? Меч, ножи, ну, скажем, образно оружие, да? Да Деньги Значит, в соответствии с этим, да, значит, очень на повестку дня в году будут поставлены все вопросы, связанные с политикой, геополитикой, все, что связано с гонкой вооружением, проявлением силы, кто сильнее, это уже другая часть Тут какое-то напряжение такое присутствует Напряжение, конечно, напряжение Правда, там где деньги, оружие, ну, дорогая, мы же сразу понимаем, что Конечно, экономика, возьмем, значит, будут поставлены вопросы, связанные с экономикой, да, это общая тенденция года И вот в связи с этим, да, опять берем маленькую мышку, которая где живет? Дома Чаще всего она, где столоваясь? Где столоваясь? Где-то в районе кухни, наверное Конечно, значит, в соответствии с этим, а что такое кухня? Кухня – это очаг, это дом Значит, в соответствии с этим на повестку поднимутся и семейные ценности И поэтому год, если вот так смотреть, да, в общем плане он будет связан с тем, что нам нужно проявить себя Быть более открытыми, быть более целеустремленными Мышка пронырливая Ах, вот оно что! То есть, и вот ассоциативно, да, вот такими вот образами можно понять, что год грядущий нам готовит И поэтому вот это общее поле, то есть проявить себя, да, проявить инициативу, не сидеть сиднем Пытаться образовываться, узнавать вездесущность мыши, да, то есть везде, да, то есть информированность Да, то есть если мы говорим о том, что какой-то цикл мы завершили, значит дальше мы идем, что, исходя из базы, которую мы набрали за эти 12 лет И начинается та база, которую мы набрали, то, значит, мы дальше можем это усилить и дальше развиваться Те только, кто входит в этот новый цикл новаторства, да, и только себя еще узнает, учится, начинает какие-то вещи для себя новые делать Смотри, если мы говорим про 12 лет, стало быть, это тинейджеры, которым 13 лет Конечно И молодые люди, которым 25, то есть это студенты То есть 12 цикл завершается Да, 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 по 12 прибавляем к себе И понимаем, в каком цикле мы находимся Конечно, и вот этот год, скажем так, он оставляет, завершает, вот именно 19-й год То, что уже было, ну, какую-то проблематику любого плана, да, то есть идет обновление Да, и вот насколько человек готов меняться, насколько он вложил в себя Вот это все будет проявляться, то есть что посеешь, то и пожнешь И это дается возможность на ближайшие 12 лет сделать себе новый задел Ага Поэтому каждый будет, конечно, по-своему входить в это, ну, как бы в это состояние Кто-то там через год только начнет себя, вот именно как-то расширять свои возможности Кто-то уже начал продолжать начатое Да, да, да И поэтому, конечно, год очень перспективный в этом плане и год больших возможностей Конечно, стабильности сильно не будет, да, поэтому нужно держаться за себя, за свои корни, за свою семью За все наши, за, опять мы говорим, наше трудолюбие, образованность Вот все, что вот в таком ключе Ну, а уже индивидуально у каждого своя судьба, своя карма, да, свои возможности Кто с чем пришел Ну, вот смотри, как, например, главный герой нашего журнала сегодняшнего Любимец публики и любимец, видимо, всех женщин Я уже даже не знаю, какого возраста, 40+, 30+, да, всех подряд Михаилу Боярскому в этом месяце, в декабре исполнится 70 лет Но это называется харизма, вот человек уже родился, вот с таким, по-моему Мы только говорили о гороскопе, о подведении итогов Ну, вот 70 лет, естественно, тоже как-то вот Я полагаю, человек готовится к юбилею, окидывая свою жизнь, думает Ну, как вот она, ну, как бы серьезный уже такой возраст Ну, как там оно все было И ты знаешь, чему я поражалась, когда я читала материалы, редактировала Я думала о том, как же все-таки в очередной раз не совпадает имидж человека Который мы любим, да, который мы носим в своем сердце Там с первого мгновения, когда мы увидели это его фильм Который он потом уже стал говорить Это фильм «Проклятие» мушкетера На мой взгляд, несколько кокетливо, конечно Потому что этот фильм, безусловно, ему сделал судьбу, жизнь и так далее Но фильм «Проклятие», потому что он, ну, вот как стал Д'Артаньяном, так он и идет Д'Артаньяном по жизни Но с другой стороны, вот опять-таки, что меня поразило Он удивительным образом недобрый человек Вот то, что он сейчас говорит и делает Он какой-то такой достаточно острый Ну, вот даже посмотреть на его внешность, да В принципе, он такой, ну, у него даже хищная внешность Вот как бы то ни было, опять вот мы говорим ассоциативно Вот человек, ну, вот, например, вспомним Евгения Леонова Ну, ну, все, ну, Винни-Пух, ну, вот это, вот его доброта Во всем плавные линии Во всем плавные линии, совершенно верно, да А здесь есть некая такая нерв, да Он говорит очень нервно, да Он, у него, в общем-то, очень определенная тональность в его исполнении Хотя, в принципе, он обладатель же великолепного баритона Да, да, это, безусловно, ничего не отняет Да, это просто уже стало уже его манера исполнения Стала, ну, вот такая вот уже узнаваемая Но, в принципе, если вот так посмотреть Для меня это, в общем-то, не, ну, скажем так, не удивляет Да, потому что, вот, когда мы Что-то внутри у нас проявляется светлое и доброе Да Вообще, в принципе, люди начинают по-другому говорить Более плавно У них начинает, даже если они стремительно движутся, да У них все равно какая-то плавность в этом есть То есть, знаете, сколько бывает Вот несется шар, да Но, тем не менее, он несется, но он все равно как-то все огибает Вот у него, вот тоже, я вот наблюдаю его чисто психологически Вот этого нет, он нерв Да И, конечно, если такое есть, то внутри вот может появиться Вот эта агрессия, какая-то такая злость Очень такие резкие суждения, неприятия Но это как-то чувствуется И вот 70 лет, мы говорим, да То есть, скажем так, что Определённый, обаятельный нет Но харизматичный, да Да, абсолютно точно То есть, харизма невероятного масштаба Да, но обаяния об этой харизме нет Вот есть люди харизматичные, обаятельные А есть люди просто харизматичные И просто посмотришь, ну вот, ну да То есть, выделяется Что масштаб личности есть Конечно Он великий, он очень такой весомый Безусловный талант Конечно Смотришь и понимаешь, что да Слушаешь и понимаешь, что ну, конечно Но вот при этом Такой вот Тепла и света Не ожидаешь от этой звезды Вот Вот Нет У него этого Он всё равно звезда, да Но она как-то очень так Светит так Своеобразным таким светом Да, очень своеобразным Но очень любопытно было узнать Подробности и его бурной юности И тут вот, кстати, вот тоже Мне любопытно, что ты думаешь Я в силу профессии Когда узнаю звезд ближе Ну, то есть, оказываешься в ситуации Скажем, когда не снимают камеры Когда выключен диктофон Когда происходит разговор, так сказать За кулисами, да Или артист или звезда что-то говорят Уже вне интервью Иногда мне приходит в голову мысль Что лучше бы я этого, наверное, не слышала Не видела и не знала Я вот хотела сказать, что Не всегда стоит переходить на ту сторону Да, мы узнаёмся, вот так скажем Да, в мелочах Потому что одно дело, когда мы держим фасон Да, то есть, вот как надо На камеру На камеру То, что называется работой Да, это одно А человек как раз проявляет Его человечность, его подлинность Когда всё выключено Да, то есть, это очень наблюдается Даже в сетях Когда идут какие-то публикации Да, вроде бы, ну, человек так, ну, хорошо пишет То есть, излагая свои мысли Всё верно, да То можно, в общем-то, всё О, это мой учитель Да А чуть толкни его, да Где-то чуть за день Вот есть такая великолепная Восточная пословица, да Человек подобен сосуду Чем он наполнен, то и выльется Когда его тронешь О, да Особенно в соцсетях Такое бывает Да, и может быть И вот как раз вот здесь Применима вот эта Ну, понятная фраза Не сотвори себе кумира То есть, мы должны Очень эти тонкие вещи Как бы чувствовать Отдать дань Профессиональной реализации человека Да И он действительно Может быть, абсолютно честно Несёт для нас Какое-то знание, да Которое нас побуждает Каким-то нашим преобразованием Но человеческие качества Ну, как бы, вот Немножко не те Ну, пускай он работает с ними Но вот поэтому я Вот я понимаю Что ты говоришь И некоторые вещи Даже вот думаешь Ну, зачем ты сказал Зачем я вот теперь Буду знать это Может быть, хотелось, знаешь Сохранить какой-то вот Таинственный вот образ Ну, вот через это мы учимся Опять говорю Не сотвори себе кумира Да, да, совершенно верно Одно дело представление Другое дело потом Вот прямая речь Ничего, потому что Ну, вот так сложно Это очень сложно Я говорю, что вот на самом деле Действительно Это великое искусство Нашей всей жизни Чтобы мы оставались И в профессии И в быту И в закулисье И дома В домашних тапочках Оставались теми, да Кем мы должны быть В идеале, конечно Да, это в идеале Но это Это наша задача Мы сюда пришли Чтобы учиться И становиться По всем вот статьям Вот как стол, да Вот четыре ножки у него, да То есть одну ножку Подпили, да Стол опрокинется То есть физический план То есть мы должны Хорошо выглядеть Мы должны Хорошо себя чувствовать Мы должны правильно думать Мысли И мы должны В общем-то Создавать вокруг себя поле Да, вот оно Четыре таких тонких тела Ну, физическое, но толще Да, про поле Потому что поле Ловится Оно ловится взглядом Неким Я уж там, не знаю Шестым-седьмым чувством Да, о котором мы говорим Ну вот есть же Люди, как бы Приятели Ну, скажем так Мы не знаем друг друга Предположим, да Но есть это ощущение Что ну вот как-то Некомфортно с этим человеком Да Всякое может быть Что может у него Какие-то проблемы Даже не всегда словами Ты можешь объяснить Что идет не так Мы все чувствуем Да Все чувствуем Все все знаем Ну вот Ну такая вот Такая данность Так бывает Так случается Следующее О чем я хотела бы Вспомнить и рассказать Это материал В нашем В этом номере Люблю лайв Который вот вышел Только что Буквально сегодня В киосках появился У подписчиков В почтовых ящиках Появился Самый свеженький Мы держим с тобой в руках Да Очень интересный материал Сделала наша Стилист Тимона Шульман О модном доме Балентиага Который пережил Удивительную историю Вот мне кстати Тоже вот любопытно Рита Как астрология Объясняет Наверное И видит Историю Очень крупных предприятий Я полагаю Ее тоже наверное Можно как-то оценить Так же как Историю людей Да Конечно Модный дом Это ну Очень серьезное явление В которое включаются Разные люди И как ни у кого Наверное Очень видна Роль личности в истории Мы часто говорим о том Да Все-таки Насколько одна личность Может Собою заменить Или не заменить Работу многих людей Да Насколько Один человек Являясь Таким демиургом Героем Может сдвинуть что-то Может придумать То Чего доселе Не существовало И История Этого бренда Она действительно Очень показательна Мне кажется Когда Сам Крестобаль Балентиага Великий дизайнер Которым восхищалась Коко Шанель И не только она Но и Все современники Более ста лет назад Придумал Делать платье Так как Архитекторы Создают Дома И интерьеры Это было Абсолютным прорывом Абсолютно Восхитительным Невероятным Событием Мир моды Тогда Удивился Не сразу Все это принял Но потом Есть даже В истории Этого модного дома Такие факты Что Модницы В его клиентках Ходили Испанские королевы И Князья Монако Княгиня Точнее И Ну очень Высокопоставленные Дамы Они Приезжали Тайно Прорывались В оккупированный Фашистами Париж Для того Чтобы забрать Платье По лекалам Которые делал Крестобаль Даже В тот момент Когда шла война Ты представляешь Какова была Сила искусства На тот момент Что люди Рисковали Ну не только Репутацией На тот момент Но и Просто жизнью Даже Я понимаю Что наверное Сейчас Это звучит Как-то Ну странно Из нашего Времени Хотя Ну факт удивительный Ну нет Люди тоже Ездят За какими-то Покупками За границу Предположим Слава богу Что все-таки События Другие Но допустим В целом Бесстрашие женщин Толкало На публике Ну в целом Ты говоришь Масштаб личности Но вот опять Есть понятие Лидер Да Опять И мы знаем Столько примеров Когда в искусстве Человек создает Нечто новое Ну литература Искусство Моцарт Пожалуйста Архитектор музыки Да Пожалуйста Да И первооткрыватели Очень много чего Конечно Конечно И также Ну почему И в этой сфере Также Да Которая связана С красотой Тем более Если мы говорим Да новый Привнес Именно архитектурный план Что это значит Если Значит человек Хорошо знает Ну скажем Как модельер Да Да Математика Архитектура Да То есть это уже Анатомия Анатомия Это уже Конечно психологию Женщины Безусловно Конечно Да Да То есть это уже Человек очень широко образованный Конечно Это говорит об образованности человека В любой профессии Чем шире образование Тем больше будет возможности Привнести что-то новое Это раз Конечно астрологически Ты спросила Безусловно Да То есть Дата рождения человека Да И для чего он пришел В этот мир Что сделать Это всегда все просчитывается Будет ли человек Проживет ли свою простую жизнь Простую это не значит Примитивную Простая жизнь Он будет решать свои задачи На своем каком-то уровне Как я говорю Буддой Можно стать в кухне Но ты имеешь ввиду Более локальные Видимо Да Вот эти вот решения И эти задачи Будут у такого человека Но появляются люди Которые должны Что-то Это прогрессивное начало Да Это новаторы Это пионеры Которые будут В общем-то Создавать Вот опять мы говорим Да Год новаторства Следующий год Да Вот это тот случай Да И конечно Если человек Вот ты говоришь Что и как человек С таким потенциалом Конечно Это люди Которые воплощают Могут Могут сплотить Вокруг себя Тот необходимый коллектив Который в них верит И все работает И все происходит Все крутится и вертится Конечно И вот ты понимаешь Что удивительно С уходом таких людей Как правило Проваливается их дело То есть очень редко И это большая удача Если появляется кто-то Кто способен подхватить Вот например Из компании Apple Когда ушел Стив Джобс К сожалению Трагически из жизни Я понимаю Что компания продолжает Сейчас все-таки Держать марку Насколько может Но да Совершенно верно Не происходит Революционного движения Не появился на рынке Какой-то новый продукт Как в свое время Он придумал Который бы Перевернул Существующий ход вещей Точно так же С уходом Крестобаля Баленсиаги Модный дом Он просто Ну Как будто бы Стал покрываться плесенью То есть Он существовал Он Что-то там происходило Приходили другие дизайнеры Они тоже что-то делали Но это было что-то Не было ничего яркого И вот Должно было пройти Практически Сто лет Когда Опять-таки Неизвестно откуда Точно так же Как и было с Крестобалем Он из провинции Появился молодой человек И вот тут Я хочу объявить конкурс Для наших слушателей Возможно Кто-то знает Как зовут Дизайнера Дать подсказку Рита Как ты думаешь Или не давать Ну я думаю Что он Небольшую Да Он из Грузии Замечательно Ты представляешь Скажите пожалуйста Дорогие радиослушатели Как зовут Дизайнера Который Сейчас Возглавляет Модный дом Баленсиага Он из Грузии Который Произвел Революцию И он Перевернул Все с ног На голову И вывел Марку Которая уже Давным-давно Покрылась плесенью И бренд умирал И модный дом Должны были выставить На торги Он произвел Революцию Которая вознесла Его На самую Верхушку Вот такое бывает Это роль личности В истории Телефоны 672-12-939 Или 672-13-939 И можно Прислать СМС 2000-6191 Тому Кто правильно Назовет Имя этого Дизайнера Редакция Люблю Выдаст Красивый Косметический Приз У нас Замечательно Ждем Ну мало ли Вдруг кто-то знает С удовольствием Примем От вас Ваше сообщение Вот И Когда я говорю О роли Личности Я имею в том числе Вот таких Молодых людей И я вот Думаю Рита Вот такие вещи Как появление Или Падение В бездну Или Наоборот Вознесение Наверхушку Может ли Астрология Просчитать Для предприятия Для того Чтобы руководителю Скажем Может быть Было не так тревожно Входить в какой-то Новый период Или в Новый год Для того Чтобы ну Хотя бы Подстраховаться И подумать Так Что мы лучше Мы вот Замрем И тихо Посидим В уголочке Или мы Возьмем кредит И рванем вперед Потому что Поверим в то Что нам это Вот стоит Ну вот Казалось бы Бизнес Это очень Прагматическое дело Но с другой стороны Когда в бизнесе Что-то начинает Происходить Люди готовы Обращаться за помощью К очень разным Специалистам В том числе Я полагаю И к тебе Если у тебя такие Ну в практике Может быть Безусловно Потому что Дата начала бизнеса Когда Когда рождения Человека Вот она Есть Да По этой дате Вот как в свое время 4 марта 98 года Да Ты высчитала Да Рождение журнала Люблю И естественно Да 22 года Вот журнал На рынке Да И что получается Конечно Мы даже знаем Даже и по Ну по нашей ситуации Были разные ситуации Были и взлеты Были какие-то изменения И тому подобное Были сложные периоды Были сложные периоды Да Разные были 22 года Послушай Это огромное И вот пример Да И что Когда Меня спрашивали Об этом Как-то я Говорила Да На эту тему Что вот Все будет в порядке Да 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 Целые планерки Были посвящены Тому Как жить будем дальше В какую сторону Будем двигаться И вот астрология Конечно Любой бизнес В любом плане Если есть Дата начала Да Его Даже Которая даже Не вычитана Астрологом Да Ну вот Люди же часто По факту Открытия предприятия Конечно И всегда Можно посмотреть Этот алгоритм Да Когда Ввиду того Как сейчас На небе Астрономическое положение Да Как идут планеты Какие они Вот сейчас Например Вот два дня назад Юпитер вошел В знак Козерог Да Блестящие возможности Да То есть Все то Что Козерог Вынашивал Да Юпитер Начинает Это продвигать Ну Попутно К тому же Как мы говорим И к восточному гороскопу Год металлическая крыса Да Блестящее время Целый год Вот Юпитер будучи в Козероге На самой вершине Скажем так Он будет давать возможности Вот этого Именно расширения Своих возможностей Да Это Опять мы говорим О новаторстве И мы говорим О тех вещах Которые раньше Не могли Как-то проявиться Они начинают Делаться И делаться Именно уже Скажем так Не просто Каким таким полем Ай как не будет Да Это вдумчивое положение Потому что Есть вот Есть разные ситуации И вот по бизнесу Конечно Если посмотреть Ну вот Я просто не была готова К этому вопросу Если я посмотрела бы Например Этот год Не читая Год создания То ты уже могла бы В принципе Нужно реально видеть Взлеты, падения Что будет Будет ли Будет ли завершение Этого Потому что Все себя исчерпало Либо будет На каком-то новом этапе Подъем Это все просчитывается Да Практически И по бизнесу И в жизни любого человека Какие у него будут Там Испытания Да И как он их будет преодолевать Поэтому я очень рада Что вот именно Вот прошло сто лет Да И вот та Вот то Что вот было Да Что вот сделал Ну как интересно Да Происходит Да Цикличность Все циклично Да Есть какие-то предприятия Или скажем Марки Или Произведения Искусства Которые Вот они уходят В небытие И не возвращаются Но с некоторыми Такое чувство Что некое там Мироздание Высший разум Или кто там Да Дает еще один шанс Что-то происходит Что-то меняется Вот мы говорим об этом плане Исключительности Потому что то Что себя исчерпало Оно больше Ну не проявится Или проявится Какая-то новая форма Этого Да Потому что Естественно Мода Которая появилась Спустя сто лет Она не имеет ничего общего Что было тогда Безусловно Это все абсолютно другое И вот мы говорим О естественном отборе Да Это вся наша жизнь Что-что нужное приходит Ненужное уходит Да Все видоизменяется И приспосабливается К текущему времени Да Поэтому вот это та ситуация Которую только можно порадоваться Что идут такое вот возвращение О да Ты открыла Да Я листаю журнал И Есть материал в этом журнале Который Ну Вот радует И душу И сердце И глаз Мы его назвали Музыка застывшая в камне Это обзор Десяти самых знаменитых Скульптур мира Ой Агюс Роден Да Целуй Любимый Это Да Любимое Очень красиво Очень интересно Необычные факты И Просто приятно глазу Посмотреть на красоту Правда же Ну это Это вообще просто невероятно Как вот можно Да Это Мрамор Да В мраморе Создать такой Я видела еще там какие-то Буквально недавно Я не помню Автора Да Сеть Я думала Это что ли сетку набросили На На скульптуру Я пригляделась Увеличила Нет Это вот настоящая сеть Ну как рыболовная Да Она сделана из мрамора Как Высеченная из камня Это просто вот Я говорю Столько всего уникального Да Ну ты там В какой-то В своей области тоже Где-то Понимаешь Да Но когда Кто-то делает Что-то исключительное Это просто потрясающе То есть Я Точно об этом же думала Когда Стояла в Ватикане Перед Пьетой Микеланджело Я отказывалась Верить своим глазам Я думаю Это потрясение Испытывает Наверное Любой человек Я тоже там была И тоже смотрела Точно так же Да Как этого Это не может быть Из камня Это не может быть Из камня Вот каждый раз Вот так вот Стоишь и думаешь Ну это просто Вот что-то Вот гений Когда что-то делает С такими произведениями Искусства Я Обычно думаю Что Не надо объяснять Знаешь Вот Есть такие произведения Искусства Когда надо очень Как бы вот Входить в подготовленном Сложное для восприятия музыки Да Сложное для восприятия картины Возможно Надо знать Или историю искусства Или историю жизни художника Да Верно Какую-то базу Чтобы понять А не отрицать Нравится Не нравится Да Так сказать Уже подходить С каким-то Ну бэкграундом Для того чтобы Но абсолютно гениальные вещи Они не требуют ничего Вот на мой взгляд С истинными шедеврами Искусства Так и происходит Ну собственно Так же как вот Солнце мы смотрим Восход Закат Закат И думаю Боже мой То есть ничего Если начинать Или радуга Объяснять что это Спектр и преломление Да То есть можно Можно тапками закидать Того кто осмелится Потому что это Тотальное состояние счастья Да Которое просто Ты его переживаешь Да Поэтому абсолютно верно Что не надо объяснять Это Не надо объяснять Да Это есть Это есть Хотя видишь как У нас Поскольку выбрано 10 скульптур Очень разных Разного жанра Разных времен То здесь присутствует В обзоре И собака Джеффа Кунса Вот эта знаменитая Как будто бы из воздушных шариков Сделала Ну Она занимает здесь свое место Просто потому что Ну Наверное мы не могли Обойти своим вниманием Скульптуру Которая выглядит Как собака Из воздушных шариков И стоит при этом Почти 60 миллионов долларов Вот такие Ну и тем более Опять мы живем уже В новом В новом веке Да И сейчас Хотим не хотим Но это тоже Вот если так посмотреть Ну кто его знает Да Откуда художник Взял такой вот Для себя Именно видение Да То есть что там нарисовалось Как Да Но это наша современность И это тоже А пройдет еще 100 лет Кто его знает Что скажут наши потомки Рассматривая Эти скульптуры Достанут Родена Родена И скажут Ребята Вот вам Да Вот вам мужчина и женщина Все просто Все Да Только любовь Да Например И человеческие формы Без каких-либо там Аллегорий И фокусов Да Возможно А возможно останется в истории Именно вот какие-то футуристические То что нам сейчас кажется футуристическим Да Ну да А им через 100 лет Покажется таким милым Старомодным Забавным Нет ну учитывая как меняется сейчас наш мир Какие новые технологии Я думаю что те же самые автомобили на воздушных подушках Да Да В виде тарелочек будут летать по мегаполисам Да Как-то Совершенно спокойно я думаю Да Ну что тут у нас еще Посмотри Невероятно красивые подарки Мода Да Дорогим радиослушателям Хочу напомнить в очередной раз Что журнал «Люблю лайф» Это глянцевый еженедельник Который выходит 6 раз в год И который можно выписать вместе с еженедельником «Люблю» Нашим дорогим любимым детищем Которое мы отправляем в следующий 2020 год С большой надеждой Да, Рита И верим в то, что так как вы его любили Это 21 год Наш цикл 21 год Да Мы отметили в 2019 году день рождения Начнется какой-нибудь большой творческой удачей Прорыв Ну 22 Число очень сакральное Да То есть число А 22 Две двоечки Это тоже, наверное, что-то особенное Здесь даже Вот это тот Как раз Тот числовой ряд Тот числовой ряд Начиная Ну если мы говорим Вот такие законы абсолюта Которые многие знают Как Как карты Тару На самом деле Это арканы Тару Да И 22 главных символа Да Где зашифровано Именно развитие нашего мироздания Человека и так далее И вот 22 Как раз Вот если вот в этой как раз связи Мы как раз не складываем Не умножаем Не отнимаем Да Это чисто 22 Это число совершенства Число определенного статуса Определенных достижений С которого Потом опять начинается единица И все заново Супер Ну Число совершенства Это то, что мне нравится Мне кажется На этой прекрасной На этой прекрасной Ноте Мы можем переходить 2020 год Смело С хорошей уверенностью в себе Кстати До меня сейчас только дошло Конечно 22 года у нас будет журнал И 2020 год 22 И 22 И я думаю о том Насколько эти двоечки Повторяются И как они красиво Формируют Вот такое вот Тоже поле Успешное Ну Я полагаю, что да И будем главное Стремиться к этому Потому что главное Что во всем этом поле Труд человека О да Выйдем в поле В наше творческое Но Мы делаем это С радостью С удовольствием И будем прикладывать усилия Для того, чтобы Все дальше развивалось Да И преображалось В лучшую сторону Дорогие Радиослушатели И наши читатели Пожалуйста С удовольствием Ждем вас И к нам в редакцию И на странице Журнала Люблю Покупайте в киоске Выписывайте И радуйтесь Мы для вас Очень стараемся Всем удачи До свидания Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры